друзья всем привет продолжаю идти к панамере но это попадос ребят я сейчас вам все расскажу денежку получает николай солнцев кстати хороший комментарий но он работает в основном больше на перспективу у меня так точно было два раза здесь идет учет скорость продажи поэтому если вот не срочно я согласен но когда надо быстро тем более объява может примелькаться и по завышенной цене потом допустим снижать если не надо срочно короче денежка ему мы идем дальше во первых вот тойота которую надо готовить но у нее тут все плохо тут боль печаль знаете что начну из интересного во первых я продал шкуровоз это вы все помните шкуровоз был продан после подготовки шкуровоза у меня оставалось по банку 150 евро шкуровоза продал за 800 евро после подготовки его мне еще было 150 в итоге общий банк 950 евро после этого я купил вот эту прекрасную тойота вас прекрасная которая боль печаль все вам покажу сейчас но приключения это только начинаются на следующий день мне звонит парень говорит слушай а где катализатор на шкуровозе а значит самое интересное потому что я заезжал на техосмотр не смог его сделать по причине что предыдущий хозяин он сделал отчуждение я думаю да и фиг с ним не буду оформлять на себя кстати ответ на вопрос по поводу переоформления я по договору купли-продажи продал его дальше и как нигде не фигурировал ну вот в итоге парень поехал в регистр мало того что не смог переоформить но первый вопрос у него под катализатора но что странно когда я приезжал на техосмотр и уже заехал и уже замерили выхлоп сказали выхлоп прям как вообще как надо я еще там парня-то расписывал что все тип-топ с тачкой короче он поехал в регистр мало то что расстроился что нет катализатора а яхо забыл он там или нет я даже не поднимал на подъемник но по выхлопу вроде все окей он мне говорит переоформить машину невозможно потому что был промежуточный один молодой пользователь этого шкуровоза несовершеннолетний и как-то он корявенько я продал что в общем в при продаже должен должен был быть указан человек то является как бы представителем и ответственным лицом по всей этой фигне в итоге там не было указано человек это женщина была мы обратились я обратился то есть в ту торговую площадку где купил там ребята быстренько все подняли бумаги сначала все переправили да все правильно идите в регистр опять то есть но что-то путают он приехал опять в регистр горит да нет ну все то есть вот так 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 отсутствует один человек ну там какой на человек потом вычислили что оказывается там был промежутке несовершеннолетний кто пользовался этим шкуровозом в итоге один из работников кто соответственно принимал ту машину покупал на торговой площадке свой выходной поехал ему выдали адрес представили лица представителя ответственного который оказался в другом городе то свой выходной поехал нашел ту женщину взял с нее подпись перезаполнил эти бланки в итоге от не отвезли этому парню все как бы у меня стресс с плеч и все переоформилось все слава богу машинкой пользуются я взял в подготовку вот это вот чудо тут пацаны смотрите вообще как-то выйти в какие-то плюс а здесь надо максимально все оставлять крышу надо выпрямлять у меня тут есть один знакомый мне поможет это без покрасочной технологии дверь оставить выпрямлять это понятно надо выпрямлять без покраски потому что будет дорого с покраской дальше красота продолжается тут надо все это выпрямлять это под замену капот под замену крыло возможно тоже поменяю зеркало под замену по салону покажу из плюсов у нее неплохая эмэска резина в принципе неплохая вот тут где-то с миллиметра 35 а сзади которая переставлена вперед там прям тут тут вообще хороший миллиметров 7 даже мне кажется на вид а то и 8 ч как новая почти кстати это эстонская фирма наварная резина говно но протектор хороший так еще из минусов что придется развал схождения делать потому что колес вообще в развалку точно в явно здесь был какой-то удар или в лес на не улетели скорее всего пугнута какая-то тяга в круг как сда тормозам колодкам шкребут но это недорого это я сам поменяю ну и займусь внешкой короче пока я делаю toyota еще чуть приключилась honda ребята та самая которая skoda она не продалась за месяц я был вообще в шоке нализал ее вот она выглядит ну просто перфектно я думал отскочит внутри четыре дня ну пускай неделя машина недорогая все анализанная дизель экономная комплект резины в подарок с собой бесплатно пожалуйста месяц простояла но куча вариантов от барыг было причем даже парочку было нормальных на текущий момент я знал бы может даже сразу скинул бы мой предел хотелось бы 1700 продать а уже теперь и не продать потому что знаете что может так время свечи она сломалась короче ребята накрылась что-то скорее всего насос потому что с break cleaner она заводится чуть-чуть вырабатывает его и глохнет пока крутишь какие-то там еле-еле капельки выдавливает накачиваешь лягушкой вроде бы чуть-чуть соляра поступает она дрынькает и кое-как там тут тут же глохнет короче что сломалась сломался насос насос сток стоит 200 евро плюс его замену его заменить надо скидывать ремень грм капец попадос на 400 евро то есть если я ее планирую продать за 1700 минус 400 ремонт а бюджет у меня по ней 1300 она как бы вышла мне запасик есть принципе так 1300 плюс 4800 за 1800 если я продам ее будут нули в общем печаль беда вообще как-то кипиш просто везде все стоит за стоит там сломалась тут кобзда так ребят на текущий момент есть то что страховка это просто банк оставшийся со всех движух это 550 евро в принципе я точно починил эти деньги honda если удачно продам тойот посмотрим начиная а 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 вот а Продолжение следует... Пацаны, я после работы... Хорошо иметь связи, а? Меня тут пустили немножко. Сейчас я вот это вот крылышко. И вот этот вот капотик, который даже в цвет, даже, наверное, вот эту тусклую фару, у которой есть крепежи, отсюда заберу. Даже, может, это крыло. Блин, ребята, у вас тоже такой теплый ноябрь? Вообще, блин, почти ночь. Теплынь. На улице все снял. Все приготовил. Все, пойду собирать следующую. Так, а вот они штички. Это я все притащил. Вот старая фара. Вот новая фара. У старой ни одного крепежа. Новая есть два. Но новая, она не совсем новая. Какую оставлять? ХЗ. Варенье. Варенье. Бац. Ладно, начну с старой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ребят порог угадайте чем я буду ремонтировать нет это не то чтобы макрофлекс ребят это полиэтановый клей пена вот объясните мне почему нельзя мне этим воспользоваться почему это настолько плохо если это настолько хорошо что лучше ничего нету рама в идеальном состоянии сейчас побрызгаю туда цинком поддан кратники в идеальном состоянии посмотрите вообще на них полностью оригинальный антигравийка даже еще почти вся вообще нигде не изломов ничего абсолютно крепкий то есть порог когда-то я думаю была какая-то скользящая легкая авария потому что дверь вот это меня на это крашена то есть его понятно кацанули и переваривать относительно цены машины на вы продаваться где-то там полторы тысячи поменять такой порог у нас будет стоить ну я думаю где-то 600 700 евро тем более на продаж но пена мне опять же нужно чтобы сделать форму и и подобрезать шпатлину стекловолокном и соответственно все вообще плохо сгнило цинк всем спокойно было вот вату кстати туда этот поролон вот он влагу собирает из-за него все изгнило вот и запись кстати за полиуретана более так лей ничего гнить такие не будет как раз что можно масло солидовку пичкать все отремонтировали там вообще чистых даже ржавчинки нет внутри пошла жара о дополнительная изоляция синие изоленты на слепите все это чтобы не вывалился пока сохнет сразу форма будет считайте блин машина будет самая дешевая продаваться самая дешевая на лизаная нам это стихосмотром будет после химчистки полировки какие могут быть претензии особенно крепения сын зацените оригинальные колпаки сегодня в маркетплейсе купил угадайте за сколько 35 евро комплект мне кажется это очень выгодная была сделка ребят завтра уже выпуск я немножечко не успел доделать поэтому вы полностью готовы машину увидите следующей серии получилось вполне себе но не конфета но около того обертка прям прям нормально по пению жду ваших комментариев она сейчас сохнет я как раз сейчас закончим выпуске я ее подшкурю всегда делаю но мне она нужна для формы порога там нету короче что я объясняю вы напишите мне интересно на данный момент ребят встрял вылез ситуации с шкуровозом с honda и нашел на местной разборке тнвд за 100 евро жду пока завтра мне должны его отправить придет короче планы на следующую неделю завтра прохожу тихач соответственно до следующей серии я очень хочу продать вот ее очень хочу починить и продать honda и соответственно еще в идеале что-то купить новое короче ребят не переключаемся смотрим банк оставался у меня 550 евро 200 евро я заплатил вмятинщику продачи не доделать что делает по всем мятинам 100 евро капот крыло с учетом того что я снимал и всякие-то мелочи 100 евро на honda на тнвд мне завтра придет насос 40 евро пойдет на техосмотр и 40 евро я потратил на шпатлевочку полиуретановый клей пена всякая фигня и того 550 минус вся вот эта фигня остается 70 евро и две подготовленных тачки кстати еще за замену тнвд пойдет чуть-чуть короче обо всем расскажу в следующей серии я двигаю дальше подписывайтесь лайки до свидания всем привет до новых встреч ребят до попробуем эмоционально общий банк увеличился до до 9 до 9 до 10 за затем я купил skoda да еще один и так ребята на данным ребят на ребята